Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь информационная видеостудия Дома детского творчества Жидринского района. 11 декабря в Доме детского творчества состоялась акция «Мы граждане России». В торжественной обстановке были вручены паспорта учащимся Жидринского района. В мероприятии приняли участие заместитель главы по социальным вопросам Родина Жанна Валерьевна, специалист миграционной службы Сопелева Татьяна Николаевна, председатель ТИК Никлюдова Марина Геннадьевна, представители молодежного совета. Гости поздравили ребят со значимым в их жизни событием. Для учащихся была проведена интеллектуальная игра на знания прав и обязанностей гражданина Российской Федерации. Сегодня состоялось торжественное вручение паспортов гражданам нашего района. Что для тебя значит это событие? Для меня это новый и более взрослый этап в моей жизни. А что для тебя значит этот документ? Это новая ответственность, новые обязанности, новые права. Изменится ли твоя жизнь после вручения этого документа? Да, я становлюсь более взрослой и также появляются новые обязанности и права, которые я буду выполнять. 20 декабря в Доме детского творчества прошел конкурс «Перекресток». Команда юных инспекторов дорожного движения из семьи школы района демонстрировали знания ПДД. В ходе очного этапа ребята решили тесты и соревновались в конкурсе «Агитбригад». По итогам заочного и очного этапов третье место заняла команда «Вираж» по Людовской школе. На второе место вышла команда «Радар» школы номер один. А победителями в очередной раз стала команда школы номер два. Я участвую в этом конкурсе не первый год. И при подготовке к нему я, во-первых, общаюсь со своими сверстниками, которые также разбираются в этой теме. Мы обмениваемся знаниями по правилам дорожного движения. И все это помогает в моей личной безопасности на дороге. С какими же трудностями сталкивается команда при подготовке к конкурсу? Сложно готовить детей, конечно же, к любому конкурсу. Но я считаю, что мы вместе готовимся и проблем у нас нет никаких. Потому что стимулом к их подготовке, к участию в этом конкурсе и достижению высоких результатов является их участие в профильной смене в областном конкурсе, который проходит на базе лагеря «Звездный». 23 декабря в зале Дома детского творчества состоялось открытие района рождественской выставки. Иерей Свято-Покровского храма, отец Алексей и педагог ДДТ Самойлова Татьяна Валерьевна рассказали ребятам о душевной чистоте и о празднике Рождества. Затем ребята своими руками изготовили рождественские открытки, при изготовлении которых выяснилось, что дети путают праздники Новый год и Рождество. Поэтому ведущие уделили особое внимание символике этих праздников. Подводя итоги 2019 года, мы попросили главу администрации нашего района рассказать о наиболее значимых событиях и о планах на будущее. Дорогие земляки уходят в историю 2019 год. Если его оценивать, то с полной уверенностью можно сказать, что год прожит достойно. И все, что было сделано в текущем году, это благодаря коллективам рабочим учреждений нашего района, неравнодушным жизринцам. Поэтому у нас есть все основания говорить, что 2019 год был для нас успешным. Из значимых событий 2019 года, ну, назову вот следующее. На территории Калужской области проходил международный форум «Хлеб-ты-мир», где наш жизринский хлебокомбинат участвовал в конкурсе всероссийском «Лучший хлеб России» и занял почетное третье место, получил диплом третьей степени. Это очень важно для нас. В рамках национального проекта «Культура» в сентябре была открыта модернизированная библиотека, где было установлено оборудование для просмотра онлайн-концертов. Также в рамках национального проекта «Культура» был открыт модернизированный кинотеатр, то есть полностью установлено современнейшее оборудование, проведен ремонт, и теперь мы можем смотреть фильмы в хорошем, даже не в хорошем, а в отличном качестве. В день 76-й годовщины освобождения города Жиздра была открыта памятная стела «Город воинской доблести». Это для нас тоже очень большое и важное событие. Если вы помните, в апреле к нам приезжал наш земляк Елисеев Алексей Станиславович, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт. Он не был здесь 37 лет, это его, скажем так, малая родина. Прошелся по улицам города Жиздра, встретился с жиздринцами, пообщался. Встреча была теплой и познавательной. В рамках национального проекта здравоохранения в Овсрике был открыт модульный ФАП. В рамках поддержки местных инициатив построена общественная территория напротив храма. То есть и село у нас преображается. В других населенных пунктах сельских поселений тоже были проведены работы и по ремонту учреждений культуры. В городе в рамках программы «Комфортная городская среда» были проведены работы по обустройству общественных территорий. Вы можете видеть у нас теперь уже новый городской сад красивый. Сделан фонтан. На следующий год мы планируем там закончить все работы по благоустройству. Также много было сделано работ по ремонту учреждений образования, детского сада. В общем, год был насыщенный и довольно результативный. Также предстоит работа и будет продолжаться работа по ремонту учреждений образования, оснащению его новым оборудованием, по благоустройству общественных территорий. Потому что это наша главная задача, чтобы в населенных пунктах в городе было чисто, уютно, комфортно. Будут продолжаться работы по ремонту учреждений культуры. На следующий год планируется закончить работы по очистке русла реки Жиздра, который проходит в рамках национального проекта «Экология». Работы много и надеюсь, что мы ее успешно сделаем. Что Вы можете пожелать Шизеринцам в преддверии нового 2020 года? Ну, во-первых, хочется пожелать, прежде всего, всем крепкого здоровья. Хочу, чтобы Новый год в 2020-й стал, оправдал надежды наших Жиздринцев, земляков, чтобы принес мир и уют в каждый дом, радость, чтобы стал годом удачи, добрых дел, счастья, благополучия, исполнения всех желаний в новом 2020 году. Дорогие наши зрители, поздравляем Вас с Новым годом и наступающим Рождеством. Мира, добра, счастья Вам и успехов во всех творческих начинаниях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова